Доброе утро! Я Светлана Налётова, автор и ведущая программы «Зелёная передача». И сейчас вы услышите несколько актуальных советов для садоводов. Сегодня предлагаю обсудить с вами такой важный вопрос, как досвечивание рассады. Хотела бы поделиться с вами своим опытом. Используя лампы досвечивания, мы должны знать, что располагаться они должны от растения не выше, чем на 20 сантиметров. В противном случае ваша рассада не будет получать необходимого количества света. Мой муж соорудил вот такую конструкцию. Стоит она недорого. Приобрести запчасти можно в любых строительных магазинах. В комплект нашей системы досветки входят два бруска 20 на 30 длиной 1 метр, два полка-держателя и комплект лампы со специальным подвесом. Эти рейки прикручиваются к ящику. И к ним уже крепится лампа досвечивания. Вот это вот устройство, которое поднимает и опускает лампу, оно шло в комплекте с самой лампой досвечивания. Вот так это выглядит. Сейчас у меня в ящике стоят перцы, и над ними ровно на 20 сантиметров расположена лампа. И еще один материал из строительного магазина может помочь вам и вашей рассаде. Это вот такая подложка под теплый пол. С одной стороны она покрыта фольгой и на какой-то вспененной основе. Если мы будем использовать этот материал, мы убьем двух зайцев. С одной стороны мы дадим тепло рассаде, с другой стороны фольгированный материал будет служить отражателем, и наша рассада получит еще больше света.